Приветствую вас, и первое, наверное, самое главное, что я хочу вам сказать, это то, что вот ваши отношения, которые закончились, вы назвали их первыми, вот по первым отношениям, по единственным. Ну, нельзя судить о том, как вы в них себя ведёте. Дело в том, что в первых отношениях вы учитесь. Вы учитесь идентифицировать себя со стороной в отношениях. Вы учитесь быть партнёр. Фактически, вы учитесь быть представителем своего пола. И это очень важно. В данной ситуации это очень важно. Вот вы начали свои отношения. Вы провели их, и они у вас закончились. Соответственно, предоставила неудача. Опыт, который вы получили в результате неудачи, означает, что вы делали что-то не так. Вы, в принципе, описали ключ, ключевой момент своей ошибки. Это ошибка в поведении. Вы слишком сильно нуждались в человеке. Вы пишите, что вам 28 лет. А если вы так поздно начали взаимодействовать с противоболожным поводом, это говорит о наличии некоторых проблем у вас. Это говорит о наличии некоторых комплексов страхов, которые нужно постараться преодолеть в обязательном порядке. Также необходимо понимать, что отношения приносят успех, приносят удовольствие, приносят радость, счастье, наслаждение лишь в том случае, если вы выступаете в этих отношениях, как, ну, скажем, равноправный партнер. Равноправное партнерство возможно лишь тогда, когда вы устанавливаете границы внутренние и внешние. То есть, говоря о внутренних границах, это, значит, определенная сфера внутри вас, в вашем внутреннем мире, куда не имеет доступа ни один человек. Внутренние границы. Граница внешняя означает, что вы сами ограничиваете свою, вот, ограничиваете ту степень, в которой вы, как бы, объединяетесь с человеком. То есть, это лично ваше, это принадлежит только вам, этому вы хозяин. И именно это, вот этот момент, что вам нужно иметь что-то свое, что-то незыблемое, что-то лично ваше, только ваше. Этот момент является в данном случае определяющим и главным. До тех пор, пока этого не будет, вы будете полностью растворяться в отношениях, к сожалению. Хорошо это или плохо, мы говорить не будем. Но, судя по тому, что вы хотите это изменить, определенно так. Следующий момент, который необходимо описать. Это момент, цель. Вы пишете, что растворяется в человеке, родите, чтобы больше времени был с вами, хотите, чтобы он постоянно уделял вам внимание и так далее. О чем это говорит? Во-первых, о недостатке уверенности в себе. То есть, когда вы пишете, что... Научиться любить с трезвой головой, научиться управлять эмоциями. Вы пишете. Соответственно, видите ли, в чем дело. Но, любить трезвой головой нельзя. Потому что, все-таки, любовь, как и любое чувство, это неконтролируемый процесс. Вы любите так, как вы умеете. Но, видите ли, существует проблема. Проблема идентификации любви. Когда человека любишь, хочешь сделать счастливым его. Не себя. Его. Вы описали отношения довольно-таки эгоистичные. То есть, отношения, в которых вы, а через человека, удовлетворялись в своих потребностях. Допустим, если предположить, что, значит, скажем, вот, до 26, примерно, 26 или 27 лет у вас не было отношений. То вы, естественно, испытывали давление со стороны общества, со стороны людей, со стороны окружающих, что вот у вас не было отношений, что вам уже пора и прочее. И вы за эти отношения держались, потому что вы боялись их потерять. Они вам нужны были для себя. Чтобы казаться полноценным. Чтобы казаться в обществе полноценным. Чтобы не быть такой же, чтобы не быть белой вороной. Чтобы быть такой же, как все. И если воспринимать человека в этом контексте, то, к сожалению, вот именно в этом контексте вы потерпели поражение. Отношений не перейдутся, когда партнера воспринимают как средство. Только лишь восприятие, как в качестве самоцель партнера обеспечивает полноценные отношения. Отсюда вывод. Что? Ну и напонятно. Какие у вас потребности? Допустим, если эта потребность связана с определенным положением в обществе, с занятием прочной позиции в нем. Если это реализация ваша, то есть самореализация, то вот эти потребности нужно удовлетворять, реализовывать, но не через отношения. Реализовав их, вы, по сути дела, уберете все вот эти вот сторонние потребности, которые у вас есть, перестанете заменять отношениями их потребности. И останется, собственно говоря, роль как представителя своего пола. И эту роль в чистой форме, при прочих равных условиях, при том, что у вас будут удовлетворены все прочие потребности, решены все прочие конфликты. Эту роль вы будете отыгрывать как независимый человек, как человек, который по своему собственному желанию вступил в отношения и готов в любой момент эти отношения, если они перестанут устраивать его, готов эти отношения разорвать. Только подобный подход поможет вам научиться и управлять эмоциями, и любить, как вы выразились, значит, стрельбой головой. То есть, что значит управлять эмоциями? Управлять эмоциями, это означает убрать излишнюю эмоциональную реакцию, эмоциональную заинтересованность в отношениях, излишнюю. То есть, ведь когда человек, допустим, говорит вам, что он занят, а вы реагируете на это так, что, как ты можешь, ты меня бросил, ты мне не уделяешь внимания и так далее, то, естественно, что это говорит? Это говорит, что у вас нет уверенности в том, что вы самодостаточная личность, что вы привлекательная женщина, что человек вами дорожит, что он вас любит, что у него действительно нет времени. Вы сомневаетесь в себе. И это означает, что нужно реализовываться, получать свою самооценку, удовлетворять потребности и понимать. Наверное, это второстепенный элемент в данном случае, но тем не менее, все равно важный. Понимать, во-первых, что вам нужно от партнера и что он может вам дать. Что вы хотите от партнера и что вы можете ему дать. И скат баланс между этими четырьмя элементами, образующих две пары. И если говорить о том, что вы можете дать партнеру, то это нужно четко представлять, чтобы максимально полно понимать, чем вы ценны в отношениях. И дать понять партнеру, что вы можете это ему предоставить. И если он хочет, он будет, он может с вами быть в отношениях. То есть быть ценностью в себе, да, и воспринимать человека так же, как ценность в себе, а не как средство для реализации других потребностей. И естественно, может быть вам нужно помочь опустить отношения. Естественно, вам может быть нужно помочь сделать какой-то вывод из этих отношений. Получить опыт. Как-то лучше понять себя в этих отношениях. В контексте ошибки, неудачи в отношениях. Но в обязательном порядке нужно рассматривать то, что мешало вам изначально воспринимать человека как самоцель и стремиться сделать его счастливым. На самом деле, на этом все. То есть, как вы наверное поняли, основных направлений работы с его специалистом, которого вы можете выбрать у нас на сайте, несколько. Так. Первое. Постранение комплексов, если они есть. О предметчивости обозначения ваших потребностей, не связанных с личными отношениями. Отделение их от массива личной взаимодействий с партнером. Да. Реализацию их. Повышение своей самооценки, самоуверенности, достоинства. И осознание своих собственных плюсов, своей ценностей, чтобы грамотно давать это понятное отношение с партнером. Так, чтобы он вас ценил. Не чтобы вы их все время боролись за внимание, а чтобы вас ценили. Чтобы вы были уверены, что вот человек, он дает вам все, что он может дать. Чтобы вы не сомневались в себе, в своей ценности, в своей нужности человеку. И чтобы вы не сомневались в самом человеке вследствие этого. Вот. Примерно так вам нужно работать. И в совершении обязательно нужно сказать, что переосписание своего поведения, пересмотр своих достоинств, так сказать, актуализация их, актуализация своего внешнего вида, своего поведения, своего имиджа. Все это поможет вам раскрыться максимально полно, увидеть, какой эффект вы производите на потенциальных партнеров, и занять достойное место в отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог. К вам, если какие-то вопросы остались, сообщайте, личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Продолжение следует... Продолжение следует...